Работа 16-го Гомельского экономического форума завершилась проведением круглого стола за делом керавников офицейных делегаций и представников дипломатичных миссий. Удельники так званой ВИП-секции обмерковали перспективы дальнейшего супрацовництва и подписали широких документов. В зале урочистых приемов Палаца Румянцевых и Паскевича представники России, Украины, Армении, Молдовы, Польши и Узбекистана с всеми этими краинами у Гомельской в области добрые экономичные контакты. Керавник представительства Нижегородской в области у Беларуси Сергей Петров на форум приезжает неупершенню. Причем это не протокольные визиты. Зараз партнеры мкнутся довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Гомельский экономичный форум сприяет реализации этих планов у больш степлые термины. Каждый мой визит доносит значимую часть, я за это могу ответить, в товарооборот между Республикой Беларусь и моей Нижегородской областью. В прошлом году это составило 945 миллионов долларов. Это мы строим атомную станцию, наш Нижегородский институт атомного проектирования. Мы плотно работаем с Гомельсельмашем. В прошлые годы Гомельская область стала пляцовкой для проведения международных встреч розного узровня. От форума регионов Беларуси и Украины до поседжения парламентских комиссий союзной державы. Только в минулом году регион наведали 73 делегации из 17 краин. В Гомельской области реализуется больше 200 двухбаковых погоднений о супрацовнестве. Теперь до их додались еще два документы. Меморандум о супрацовнестве по Межгомельской области Беларуси и Ферганской Узбекистана, а так само Мазырским районам Гомельщины и Вулканежским районам автономного территориального утворения Гагаузия. Основная тема, которая сегодня нам в Молдове интересна, это, конечно, фрукты, которых у нас недостаток. То, что касается у нас для Молдовы, это наш промышленный комплекс позволяет предоставить много, так скажем, машин. Это металлостроение наше, машиностроение и, конечно, продукты нефтепереработки. То есть, я думаю, что у них есть шикарная программа по ремонту дорог и строительству дорог, поэтому реализация битума, естественно, будет интересна, ну и, конечно, в сфере социальной.